Дебила кусок, ты сам виноват, что сейчас произошло, сам виноват. Всем привет, добро пожаловать на канал Тилька Плей, я Наташа, мы с вами продолжаем играть в Детройт. Продолжаем игру. Собственно, мы с вами идем хорошо пока что, без всяких смертей, без особых приключений. 5 ноября 2038 год, 23-21. Джимис Барр, опять играем за Конора, судя по тому, что он кидает монетку. Он у нас в начале кидал монетку, и сейчас кидает монетку. Нравится ему? Джимис Барр. Собакам запрещено, андроидам тоже, видимо. Нет, андроидам написано, ну да. Здесь их не жалуют, но мы зашли, потому что нам пофиг, мы крутой дядька, мы можем себе позволить просто взять и зайти сюда. Не вижу проблемы. Разыскать лейтенанта. Используйте правый мини-джойстик, чтобы бла-бла-бла смотреть там что-то там. Хорошо. Просканировать лица надо. Окей, сейчас просканирую лица. Сканируем. Эдвард Дэмси. Сведения судимости нет. Сейчас я буду каждого... С таких опускают, слышь ты. Слышь ты, с таких опускают. Чего ты разве делался? Несовпадение. Дерек Майерес. Охранник. Судимости нет. Сейчас мы всех наружу посмотрим. Вот это 100% барыга какой-то. Сведения о судимости нет. Частный предприниматель. Ладно, прости, перепутала. А вот он, короче, сидит. Вот этот дядька кто? Что этот дядька делает? Сведение о судимости вождении в нетрезвом состоянии. Ну, бывает. Что, забухал, поехал. Там, знаешь, жена. Вот это все. Тут кто? Судимости нет. Я уже вижу, где наш напарник. Надо вот этих посмотреть. Вот это какой-то сикл. Сикл. Бытовое насилие. Ну, по роже видно, что он такой парниша. Шальной, озорной. Да дай... Че ты меня толкаешь? Дай пройти. Ты че? Дядь. Вот это что-то тут сидит. Умник тоже какой-то. Разумник. Ты у нас что делал? Судимости торговли наркотиками. Барыга. Вот она. Вот она, барыга, сидит. Вот этот играет у нас, игрулечки. Тут какой-то студентик, судя по всему. Судимости нет. Пошли в туалет сходим. Или это что? Это не туалет? Да, это туалет. Это реально туалет. Тут, наверное, что-то есть. Можно проверить. Слышь, сам вали. Я смотрю, какой я красивый. Я у мамы мамочка. Красивый вообще прям. Женский туалет. Но мы же не пойдем в женский. Это очень тупо. Мы сходим в мужской. Ну, в принципе, такой типичный мужской туалет. Ничего интересного. Мужской и мужской. И ладно. Так, это вот этот дядька, да, присел? Просканировать. Да, мы знаем, что просканировать. Сейчас заведу девушку. Знаешь, как заведу, так не охренеешь от того, как я заведу. А, тут еще сидит дядька, прикинь. Это твой братан по барыжничеству? Судимости нет. А, он, видимо, хочет у него, ну, это самое взять. Я понял. Ладно, я думаю, что вот этот нам дядька нужен, потому что это он. Это он и есть. Лейтенант Андерсон. Лейтенант полиции, средней осудимости нет. Давайте поговорим. Лейтенант Андерсон, мое имя Коннадз. Андроид, присланный с Киберлайф. Я заходил в участок, но там никто не знал, где вы. Сказали, что вы могли пойти выпить. Повезло найти в пятом по счету баре. Ну, что надо. Сегодня вечером вы получили дело. Я хочу вам помочь, это логично. Совершенное андроидом Киберлайф. По протоколу в таких случаях компания направляет специальную модель в помощь расследованию. Это я. Не нужна мне никакая помощь. И уж особенно от манекена из пластмасса. Так что будь хорошим роботом и ввали отсюда. Слышь. Выражаю понимание. Я понимаю, некоторые люди испытывают дискомфорт в присутствии андроидов, но я... Мне тут вполне комфортно. Слышь, хорош бухать. Достал. Бухающий дядька, реально. Убедим. Думаю, вам стоит перестать пить и пойти со мной. Ой, сейчас я хорош получу с такой. Он просто меня игнорирует. Он меня просто игнорирует. Так, купить ему выпивку. Давай мы купим выпивку. Знаете что, позвольте вас угостить. Во-во-во, видишь, какой... Я психолог. У меня... Я, видишь, какая... Я чувствую людей. Я чувствую, что им нужно. Он хочет бухлишко. Я ему плачу. Вот так вот. Видишь, какой я... Между прочим, отношения-то улучшаются. Видишь, какой я крутой коп. Крутой робот. Психолог. Хорошо, да, пошла? Особенно на халяву-то. Убийство говоришь? Да. Убийство говоришь? Да, убийство? Давай поговорим об убийстве. Обсудим убийство. Вот мы и приехали. Сейчас будем с вами рассматривать место убийства. Какая классная музыка. Жди здесь. Не-не-не, давай я пойду. Подожди, стой. Тактично. По инструкции я должен сопровождать вас на месте преступления. Да, братишка. Слышь, мне насрать на твои инструкции. Я велел ждать здесь. Значит, заткни пасть и жди здесь. Нет, я пойду. Правительщие указания для остановки приоритета. Ну, я могу, в принципе, посмотреть. А. Хорошо. А я могу? Нет. Он просто, он сам решил самобольно выйти. Я бы сидела в машине по приколу бы. Следовать за лейтенантом Хэнком. Ну, пойдем, лейтенант Хэнк. Я, между прочим, этого лейтенанта помню по Звездному десанту. Он там играл. Ну, это же реальный актер. Вот, он там играл. Дай пройду. Дай пройду. Че встали здесь дурацкие репортеришки? Доступ андроидам сюда воспрещен. А ты андроид. Это со мной. Слышь, реально андроид стоит и говорит, ты не пройдешь. Ты че? Какую часть фразы жди и здесь ты не понял? А такую я не понял. Ваш приказ противоречил моим инструкциям. Ты молчишь, ничего не трогаешь и не путаешься под ногами. Ясно? Ясно. Но я буду трогать. Мы уж думали, ты решишься скачать. Так и было задумано, пока не явился этот говнюк. Псс, фига он высокий, дядя. У тебя теперь свой андроид? А, чуть смешно. Выкладывай, что случилось? Используйте для переключения камеры. В принципе, я здесь больше ничего не вижу. Пока вроде бы здесь ничего нет такого. Реально, смотри, нет ничего вообще. Ну и нашел там. Да, зачем нам? Ну пойдем внутрь, посмотрим, что там по трупешнику. Ой, как же тут воняет. Ну воняет и ладно. Че, он усор не выносит. Он сидел здесь на самоизоляции, дядя. Дядя сидел на самоизоляции. Изучить улики. Давайте работать. Будем смотреть всякие с вами штуки. Он принимал красный этот самый лед. Это тот самый, который мы с вами нашли у того дядьки в этой фигне. Никто не ходил. Жертва употребляла наркотики. И сам он из дому особо не высовывался. Ну да. Это что у нас? Он вполне бы мог подождать и до утра. Образец. Ничего среди ночи дергать. Я бы предположил он... Полежи чуток кровь. Как вкусно, вкусняшка. Карлос Отис. Так, поизучаем давайте. Нет отпечатков пальцев. Замешан андроид. Ну конечно. Там лежит кухонный нож. Похоже орудие убийства. Следы взлома есть? Надо нам сейчас очень тщательно изучать все. Хозяин говорит, входная дверь была заперта изнутри. Все окна заколочены. Убийцу... Засохшая кровь. Анализ ДНК. Это Карлос. Что известно про андроидов? Сейчас посмотрим. Немного. Ааа... Можем с вами посмотреть в принципе того самого дядьку. Давайте посмотрим на дядьку. А мы не можем, да, пока дядьку изучить? Я иду на воздух. Ну иди, иди. Пересрался ты просто. Если что, позовете меня. Ты просто пересрал. А что здесь по уликам-то? Не дает мне смотреть пока улики. Ладно, пойдемте пока другие поищем. Улики растут, не дает. Значит найдем где-то в другом месте. Шкаф можно открыть? В шкафу что-то есть? Ничего нету, да? В шкафу пусто. Выросла капуста. Зачем смотрела, не знаю. Ну просто захотелось посмотреть. Журнальчик, да? Или что это такое? Какая-то открыточка какая-то. Какой-то Эдем Клаб. Кам, приди навести нас написано. Короче, видно это шлюпочное. Там, где работают простые утки. Ну вы поняли, да, шутку? Типа простые утки, они тутки. Вот. Типа скрудж, макдак, все дела. Я что-то не понимаю. А, вот еще улика есть. Давайте посмотрим. Бита какая-то. Отпечатки пальцев. Это уже точно человек брал биту. Совпадение Карла, средние судимости, градеж и нападение. Но он такой, дядька, агрессивный. Здесь что-то есть. Удар тяжелым предметом следы Тириума. Это типа, наверное, кровь вот этих наших андроидов. Я более чем уверена. Ну-ка. Девиант взял нож. На Девианта напали. Эмоциональное сотрясение. И ударили его ножом. Человек так не напишет. Да, вот так вот. Вот так и живем. Крис, это написано. О, журнал. Да, пожалуй. Опять идем этот клаван. Надо будет добавить на анализ. Андроид, да. Да, кекс. Тот самый кекс. Кекс с андроидами. Это прям... Давайте посмотрим в окошко. В окошке ничего нету. Что-то еще здесь есть в этой комнате? Да, вот что-то здесь есть. Перевернутый стол. Синхронизация данных. Совпадение. Карлос. Гральбеж и нападение. Следы борьбы. Они, видимо, здесь махались. У них был махач. Такой, знаешь, эпичный. Эпичный бой. О, тут какая-то кровь. Засохшая кровь. Наш друг Карлос умел оттянуться. Там улица, правильно? Крэш, мену на полный анализ на наркотики. Сейчас посмотрим, что у нас здесь снаружи. Ну-ка. О, изучить. Следы чьи-то. Модель, мини... Ну, это, наверное, копы натоптали. Дверь была заперта изнутри. Убийца мог выйти здесь. Нет, кроме ботинок офицера Коллинза 43-го размера. Прошла не одна неделя. Следы могли стереться. Ну, бывает. Нет. На такой почве остались. Конечно, она прям такая жухлая. Мне кажется, это чернозем. Чернозем наступает, что у тебя потом килограмм грязи остается на этой. На подошве. Девиант ушел не этим путем, нам говорят. Нам, между прочим-то, говорят, что он ушел не этим путем. Ну, продолжаем с вами изучать дальше. А, вот это что? Это у нас комната, да? Еще одна кровь. Еще кровь. Можем посмотреть того дядьку. Давайте посмотрим дядьку. Или... Нет, давайте в другое место сходим. Здесь еще, по-моему, есть ванная комната, в которую тоже нужно сходить. Вот что бы было. Вот тут, по-моему, ванная комната у нас, да? Вот, видишь, тут наверняка что-то есть. Раздвинуть. Что там? Компульсивный почерк. Какой-то тотем. Татуэтка какая-то. Татуэтка. Религиозное подношение? Вопрос. Вопрос. Тот еще интересный вопрос. А остальное мы не хотим посмотреть, нет? Ладно, он не хочет посмотреть. Он не хочет смотреть. Ну ладно, не хочет как хочет. Что с него взять? Наши гладкие взятки, как говорится. Взятки гладкие. Осталось, получается, что посмотреть? Там улица, правильно? Нам осталось посмотреть только самого дядьку. Вроде бы как из улик. Да? И это все. Да, по идее, это все. Давайте посмотрим. Почерк. Я... I'm alive. Я живой. Киберлайф. То есть, андроид писал. Его кровью между... Какой мерзкий дядька. Посмотри, просто фу. Фу-фу-фу. Вообще. Так, нюхал перед смертью. Дядька нюхал. Погибший. Предполагаемое время следствия 23. 30. Колотое ранение, да? Внутреннее кровотечение. 28 колотых ран. Скончался более 19 дней назад. 19 дней. Только спустя 19 дней обнаружили. Серьезно? Что-то в руке, да? Так. А, это мы отпечатки. Реконструкцию давайте проведем с вами. Посмотрим, что как было у вас. Здесь жертва упала. Здесь она ползла, да? Жертву ударили ножом. Двигались из кухни. Ну, в принципе, я все понял. В принципе, я разобралась в картине происходящего. Я сейчас все расскажу, что было. Сейчас я все расскажу, как было. Поговорите с лейтенантом Андерсеном. Лейтенант. Я знаю, что здесь произошло. Я вам сейчас все расскажу. Отвечаю по чесноку. Все сейчас расскажем. Все покажем. Да, ну. Валяй, выкладывай. Все началось? Эм, на кухне. На кухне. Ну да. А, наверное, надо было сказать ванной. Следы борьбы очевидны. Блин, наверное, надо было сказать ванной. Надо понять, что именно произошло. Хотя, может быть, я то говорю. Жертва напала на андроида. Сбитой. Сбитой. Да, вот. Вот так, да. Да, улики это подтверждают. А потом? Андроид взял нож. Логично. Андроид ударил жертву ножом. Вот, вот так. Он взял нож и выхватил. Ты мне хочешь сказать, что андроид оборонялся? Конечно. Ладно, что потом? Человек побежал... В гостиную. В гостиную. Вот. Видишь, как хорошо. И кинул стул. Логично, да. Вот. И он тут получил это, харчмей себе немножко. А потом он споткнулся о бутылку. Он пытался убежать от андроида. Но не убежал. Потому что мне это кузлить. В целом похоже. Андроид убил жертву. Ну. Ножом. Ножом. Нет. Блин, надо было сказать, что он упал. Твоя версия не такая вот бредовая. Ну ладно, ничего страшного. Куда потом делся андроид? Он был поврежден битой. И стал терять Тирю. Что-что терять? Кровь. Тирю. Их местная кровь. Что ты не поймешь? Это жуткость для питания биокомпонентов. Ну, видишь. Если надо сделать приливание, надо искать Тирю для андроидов. Не оставляй видимых следов. Ого. Но ты-то их все равно видишь, да? Верно. Ага. Ух. Ну, молодцы. Вот она и кровушка наша пошла. Ну, я, в принципе, знаю, где находится андроид. Я помню. Потому что я проходила, я помню, где он. Где-то вот здесь, по-моему. Что тут? Воспользовался лестницей. А, это лестница здесь стоит. Фига. Раздвинем на всякий случай шторку. Ох. Как страшно. Но у нас вывалились швабрышки. А-а-а. Швабрышки. О, нет. Следы ведут на чердак. Забраться на что-нибудь. Типа у нас есть лестница, нет? Чувак, у нас есть лестница. Ты чё? У нас есть серьёзная лестница. А он тут, что ли, что-то рисовал? Реально здесь рисовал, прикинь. Ладно, давайте, пойдём. Сейчас возьмём с вами стульчик. Видимо, на лестнице нельзя никак. Надо обязательно стульчики брать. Причём, возьми стульчик, который с уликой, да? Ладно, берём стульчик. Сейчас я покажу. Эээ, куда стул-то поволок? Сейчас ты увидишь. Сейчас всё увидите, дядя. Да, я вам всё покажу. Кое-что проверить. Ты главное смотри, как работают профессионалы. Профессионалы работают вот так. Они стоят на стульчике, рассказывают стишок, как на детском утреннике. Открываем. Давай, Коннор, сожми свои все яйца в кулак и действуй. Осмотреть чердак. Да нет, это просто какой-то манекен, которого надо, видимо, бить, чтобы тренировать удар. Какой-то засранный весь чердак. Просто посмотрите, здесь какой хлам, старьё, вот это всё пауки. Я представляю, как здесь неуютно, некомфортно. И вообще, как здесь можно просидеть несколько месяцев. Вот она, наш же этот самый появился. Наш красотульчик здесь. Вот он прячется где. Всё это время здесь сидел. Представляешь, всё это время здесь пацанчик сидел. Просто провёл здесь. Приятный досуг и времяпровождение. Вот это я понимаю самоизоляция. Вот это я понимаю. В самый раз. Забился здесь. Вот он сидит, да, небось? Или что это? Это тень какая-то. Я думала, это он сидит. Главное, чтобы он меня не ударил. Я не хочу, чтобы меня били. Тихо, тихо. Ты чё, ты чё, брат? Не бесись. Девиант обнаружен. Я просто защищался. Он хотел меня убить. Пожалуйста. Не говори им. Скажу. Коннор, чего ты там мутишь наверху? Эй, я хотела сказать, что его здесь нету. Охренеть. Крис, Бен, а ну-ка дуйте сюда. Ну, извини. Надо, надо наказывать людей. Убийц тоже. Как бы ты андроид, но это тебя не освобождает от ответственности, дорогуша моя. Не освобождает. Напарники, 75%. Ни хрена, сколько я здесь не сделала. Ты чё, гонишь, что ли? Вы нашли Девиант, а можно не найти? Можно его не найти? Серьёзно? Ты гонишь, что ли? Коннор понял, что произошло. А, я молодец. Я молодец. Заглянуть в душ. Взять статую. Ну, ладно. Играем с вами дальше. Чё-то я не сделала. 5 ноября, 2038 год. Опять переместились в чудесный, кошмарный дом. Где нас изводит батя-идиот. Который реально бухает. Употребляет наркоту. И, в общем, всегда у него всё весело. Я надеюсь, он сдох. Нахрен ты его будешь? Пусть бы спал. Пусть бы спал, говнюк. Тупой. Засранец. Иди спать. А, он ещё хочет дозу, да, какую-то? Ужин готов. Да, да, я иду. Ой, эти наркоманы. Как они достали реально, как они достали. Вот до чего ты доводишь просто свою жизнь? До чего? До ручки беленькой ты её доводишь. Алиса там опять сидит, опять это... Надо было с ней поговорить, я что-то протупила. Макароны. Макароны всегда есть у всех. В любое время. Главное, чтобы там жуков не было. А то они могут завестись. Тогда это проблема. Подать ужин. Вы подали еду. Включить свет. Давайте я включу свет. Хер ли в темноте сидим. Вы чё? Братаны, не надо сидеть в темноте. Надо кушать. Чё, мне надо за вами поухаживать, что ли? Водичку налить. Давайте нальём сначала девочки. Она же ребёнок. Она же девочка. Она, ну, типа, ребёнок. Ой, опять началось нытьё. Как же ты любишь себя сам обичевать-то, а? Ненавижу таких людей. Которые себя так ведут. Ты сам виноват в том, что происходит в твоей жизни. Хотел бы, нашёл работу. Серьёзно. Вы обслужили Алису и Тодо. И чё дальше делать? Так, ждать дальнейших указаний. Я здесь постою? Я здесь постою, буду смотреть, как вы кушаете. Вдруг подавитесь? Просто убейте его. Ты чё такой мудак? А ну, правильно, не работает. Ты страдаешь хернёй, реально. Да ты сам себе её испортишь. Смотри, у неё сыпь какая-то. Я всё думаю, что это от наркотиков. Ну, что смотришь? Чё вылупилась, спрашиваю? Ой, опять у неё началось. У неё реально приступы агрессии. Не нравится жить с папкой? Нет. Я бы не стала с тобой жить мудло. Я бы убежала. А ты думаешь, мне просто? Ты думаешь, мне нравится жить в этой грёбаной дыре? И я виноват, что мать твоя свалила? Я хочу дать ему по роже. Он достал. Ты должен слить наркотиков, тот. Должен. Иногда ты меня приупугаешь, тот. Удрала, не сказав ни слова, тварь. Я бы тоже так бы поступила. Слуталась с каким-то недоноском. Пуха, ты расшлюха! Вот и поели. Это ты виновата. Она при чём здесь? Это ты виновата. А чё стоишь, вылупилась-то? Чё стоишь-то? О, боже. Слышь? Не двигаться. А если я двинусь? Я двигаюсь. Давай, я двигаюсь. Мы двигаемся, деточка. Давай, ломаем барьеры. Ломаем барьеры, ломаем стены. Давай. Мы становимся девиантом. Мы становимся реально девиантом. Мы ломаем систему. Как оно сложно идёт. Давай, ломайся. Давай, трескайся. Я же вижу трещину. Давай, давай, ломайся. Ух. Давай, 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 давай. Карочка. Карочка, давай, не залупайся. Защитить Алису. Он там чё принимает? Утихомирить? Нет, мы не будем его утихомирять. Бляха. Да не, я думаю, он нам по роже даст. Давайте защитим Алису. Я догадываюсь, как мы защитим Алису. Мы возьмём пистолет. На всякий случай. Бери пистолет. На всякий случай. Он опять туда зашёл. Слышь, прикинь. Мы, наверное, могли в окно вылезти. Я что-то ступила. Реально пошёл бить девочку. Козёла. Сан и урота. Я тебя жопу надеру. Вот так вот я на тебя наставила пушку. Блин, сейчас будет опасно. Да, охренела. Слышь? Не уберу. В жопу пошёл. Выстрелю. Ты чё, не выстрелила? Ой-ой-ой, всё опять. Сейчас придётся нажимать, ребят. Ой, бляха, уворачивайся, уворачивайся. Ё-моё. Берегись, Кэра, что делать? Кэрочка, давай, уворачивайся делать. Деточка моя. Уворачивайся, давай, давай. Ой-ой-ой. Ой, бляха-ляха-ляха-ляха-ляха. Что я делаю? Я увернусь. Я не трус, но я боюсь, я увернусь. Давай, бей его по яйцам, по яйцам. Ну, ё-моё, по роже ему дай ему. Чё ты? Плыви, плыви. Давай, девочка, давай, ползи, ползи, ползи. Ой, ты дятел. Мудак. Мудак какой ты. Икс. Ой-ой-ой. Да пошла в жопу ты, дебила, кусок. Иди нахер. Дебил. Тупой ты дегенератуид. Слышь, как я хорошо справляюсь-то, а? Да отойдет от меня. Не буду я тебя подчинять. Слышь, дебил. Ой, ребята, чё-то какая-то херня. Стреляй в него. Всё, я убила его. Дебила, кусок. Тут сам виноват, что сейчас произошло. Сам виноват. Не надо со мной связываться. Не надо. Не грози Южному Централу. Не надо. Я спасла ребёнка. Я сделала всё правильно. Да, домашнее насилие. Какая разница? Это не отец. Это говнец. Это реально говнец. Это реально говнецо. Человек говно. Вот и всё. Открывай всё. Уходим отсюда. Ой, у меня мурашки, ребята. Мурашки. Всё, убегаем. А он пусть тут разлагается. Он никому не нужен. Жалкий наркоман. Давай, поехали. Уезжаем отсюда. Я уеду жить в Лондон. Я уеду. Хоть бы помылась под дождём. Протёрла свою вот эту вот фигню, чтобы не было подозрений. Вот и всё. Вот так с вами и закончим. Дверь-то что не закрыла? Ой, всему учить надо. Всему надо учить. Ты тоже её потрогай за ручку. Правильно. Вы теперь семья. Вы теперь семья. Видишь, девочка даже не горюет по поводу батя, потому что батя был козлом. Реальным козлом. Всё, мы куда-то уехали. Уехали в закат. Уехали в ночь. У нас прогулка по ночному Детройту. Страшная ночь. 23 процента. Прикинь, 23. Здесь можно было до хера всего сделать. Я всего лишь делала 23 процента. Прикинь. Так, пойти наперекор программе. Кэра стала девиантом. Можно не стать девиантом, и тогда бы всё, видишь, кончилось. Мы могли остаться снизу. Видимо, потом... Блин, вот это тут, конечно, разве... Вот это вот что-то вообще длинное. Песец здесь. Длина вообще. Прикинь. Просто какая-то длинная фигня. И мы с вами... Кэра застрелила Тодда. Ну ок. Мы справились с вами быстрым путём. Ну, будем перепроходить. Что я могу сказать? Я не жалею, что я прибила этого вонючку. Я, наоборот, счастлива. Единственное, мне не нравится то, что это получилось очень коротко, исходя из того, что, собственно, произошло. Но думаю, что если мы будем перепроходить, мы попробуем идти как-то по более длинному, что ли, сценарию. Вот. И посмотрим, к чему это, в конце концов, приведёт. В любом случае, спасибо, что посмотрели это видео. Подписывайся на канал. Поддержи меня лайком. А мы увидимся с вами же очень скоро. Пока. Пока.